Привет, друзья! Это Ньюс Эйдер, я Александр Кушнарь, у нас 17 декабря. Главная новая дня, это, конечно, проведение массированной атаки дронами по российскому аэродрому Морозовск в Ростовской области. Результаты вот этой операции у вас на экранах. Поврежден как минимум один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 прямо на этом аэродроме. Можно поаплодировать украинским силам специальных операций за результативную атаку. Дело в том, что такие бомбардировщики, как Су-34, очень ценны для России. На самом деле это максимум, что может позволить себе российская оборонка. Это, можно сказать, последний писк моды. Этот самолет стоит несколько десятков миллионов долларов, согласно рыночным ценам. Его возможности это предел для России. Такой самолет может сбрасывать бомбы на украинские позиции, находясь на расстоянии до 70 километров от линии фронта и на высоте 15 километров. Разумеется, в противостоянии с НАТО такие самолеты бесполезны. F-22 и F-35 уничтожили бы сушки, хоть 34, хоть 35, хоть 57. Еще до того, как пилоты этих сушек поняли бы, что они вообще стали мишенью для ударов. Но в украинском контексте эти самолеты достаточно эффективны. Все потому, что у украинцев нет аналогичных истребителей. Их истребители это самолеты буквально третьего поколения. Максимум, что могли бы сделать украинцы, если бы хотели сбить такие самолеты, когда они работают в небе, где-то над оккупированными украинскими землями, это подвести к линии фронта такие системы, как Патриот или СМТ. Действительно так украинцы и сделали несколько раз в прошлом. В мае 2023 года ВСУ действительно доставили поближе к российским границам, к границе Брянской области, одну из батарей Патриот. И буквально в течение пяти минут расстреляли пять дорогостоящих авиационных средств России прямо над Брянской областью. Там были вертолеты, но и сушки. Кстати, одна из сушек это именно Су-34. Он бомбил тогда северные территории Украины. С тех пор стали аккуратнее, мягко говоря. Тем не менее, это была разовая операция. Такая же разовая, как и та, которая последовала вскоре после этого, когда уже в небе над Черным морем был сбит такой же Су-34. Опять же, очевидно, Патриотом или системой СМТ, которая была подведена куда-то в район, очевидно, Николаевском. Но говорить о системной борьбе с помощью систем Патриот или СМТ против российских бомбардировщиков говорить не приходится, конечно же. Потому что, во-первых, таких систем у украинцев очень мало. Это системы дорогостоящие. Да, их возможности велики. Они могут сбивать именно вражеские летательные аппараты с дистанции до 150 километров. Но когда у вас всего лишь несколько батарей подобных систем, то, естественно, вы должны в первую очередь ориентировать их на защиту гражданских объектов в крупных городах. А рисковать и подтягивать их, тем более без должного прикрытия куда-то к линии фронта, это, разумеется, неоправданный риск. Ну и именно по этой причине российские бомбардировщики все еще по-прежнему достаточно вольготно чувствуют себя у линии фронта. Они могут с расстояния примерно 70 километров сбрасывать свои бомбы на украинские позиции и уходить невредимыми. Например, тот же Су-34 может брать на борт до 8 тонн таких вот бомб и за один раз сбрасывать их таким образом, что, естественно, в случае успеха подобные бомбы могут разрушить целые укрепрайоны. Из-за этого украинцы очень сильно страдают. Это одна из причин, почему им срочно нужны F-16. И, как считается, когда F-16 зайдут в следующем году на линию боя, то всем российским Сушкам и Су-34, и Су-35, и вот тем фронтовым бомбардировщикам Су-24 и прочим российским бомбардировщикам и штурмовикам придется очень и очень тяжело. Но пока что F-16 у украинцев нет. Итак, у украинцев нет западной боевой авиации. Пока у украинцев недостаточно средств ПВО для борьбы с такими вот бомбардировщиками, как Су-34, пока их недостаточно. Ну и, соответственно, лучший способ борьбы с такими самолетами, как Су-34 и Су-35, это уничтожение их, когда они находятся на земле в местах базирования. Ну вот как раз одним из таких вот мест базирования является вот этот самый Морозовск, где находятся такие вот бомбардировщики. Вот такой же бомбардировщик, собственно, взлетает из-под Ростова и летит на линию фронта, бомбит украинские позиции где-то на востоке и возвращается вот на этот аэродром. Мы знаем, что силы специальных операций Украины регулярно проводят свои атаки с помощью дронов на подобные объекты, вот как этот Морозовск. Иногда эти атаки успешны, иногда не очень, но из собственных, так сказать, источников в Украине я знаю, что успехов у ССО в плане именно дальнобойных атак по вот таким вот российским аэродромам куда больше, чем Министерство обороны России это официально признает. Вот только, к сожалению, фотографий с мест зачастую нет, чтобы визуально подтвердить успешность операции. И спутники, к сожалению, здесь не помогают уже, потому что они не могут зафиксировать мелкие повреждения. Как вы видите на вот этих фотографиях, которые сделал, очевидно, российский военный на аэродроме Морозовск, повреждение Су-34 достаточно серьезное, чтобы его не эксплуатировать в ближайшие месяцы. На самом деле, кажется, что этих повреждений немного. Но, как мы понимаем, с такими повреждениями самолет не может подниматься в небо. Военная бюрократия требует, чтобы этот самолет прошел ремонт. Затем это многочисленные бюрократические процедуры по возвращению этого самолета на боевое дежурство. Учитывая российскую военную бюрократию, можно не сомневаться, что Су-34 не скоро вернется в строй. Таким образом, как минимум на полгода, я думаю, украинцам удалось вывезти этот самолет из боевого строя противника. Разумеется, мы уже скоро увидим последствия на линии фронта. Более того, я не исключаю, что вместе с этим самолетом был поврежден и другой, может быть, даже несколько таких самолетов. Министерство обороны России только сегодня утром сообщало, что эта атака была отбита, что все дроны были сбиты. Но вот мы видим, что это не так. Можем ли мы верить в Министерство обороны России, когда оно говорит о том, что все дроны сбиты? Зачастую как раз происходит так, что после таких вот объявлений мы видим либо видеозаписи, как ракеты или дроны врезаются, условно говоря, в какой-нибудь штаб Черноморского флота России в Севастополь. Или вот, например, мы видим, как на самом деле оказываются повреждены какие-нибудь бомбардировщики Су-34. Ну и, разумеется, это все демонстрирует еще и слабость российской эшелонированной ПВО. Сравнить это с эффективностью украинской системы ПВО. Вот мы видим, например, такую систему в Киеве. За более чем шесть месяцев она не пропустила ни одной угрозы. А ведь угрозы для Киева за эти шесть месяцев были просто чудовищные. Просто несравнимы по масштабам с тем, что сейчас произошло в российском Морозовске. На украинскую столицу чего только не летело за последние вот эти вот шесть месяцев. В первую очередь это сверхзвуковые ракеты Кинжан. Баллистические. Далее это тоже, в общем, сверхзвуковые ракеты, только уже С-400. Тоже баллистические. Опять же, можно не сниматься, летели и Искандеры. И да, они в официальной статистике сбитых. Я уже не говорю про многочисленные крылатые ракеты дозвуковые, воздушного базирования. Все это сбивается, сбиваются и шахеды. В общем, стопроцентное киевское ПВО. И, кстати говоря, в других украинских регионах этот показатель тоже близится к ста процентам в последнее время. Ну и сравним это с тем, что произошло в Морозовске сегодня ночью. Там местная система ПВО, которая, разумеется, должна была бы быть действительно эффективной, поскольку речь идет о стратегическом аэродроме, где базируются такие ценные для России бомбардировщики. И мы видим, что тихоходные украинские дроны, которых, собственно, было очевидно не так много, и которые должны были бы стать легкой мишенью для разного рода ПВО, и зенитно-ракетных, и пулеметного типа, они таки смогли прошибить вот эту самую систему ПВО. Отсюда я делаю вывод, что на самом деле это еще и очередная иллюстрация разрушения мифа о том, что у России ПВО лучше, чем у Запада. Нет, у России ничего подобного тому, что есть на Западе на самом деле. Нет, у России ничего подобного тому, что есть у Украины прямо сейчас. Аристе, Несамс, Патриот, Сэмпте и другие западные ПВО, которые работают в Украине, а также, кстати говоря, немецкие гепарды, которые работают против относительно дешевых целей, такие как, например, шахеды. Вот все это просто на порядок лучше тех систем ПВО, которые есть у России. России, которая, как известно, хвастается своими БУКами, С-300, С-400, С-350 Витязь, Торы, Кубы и так далее, и тому подобное. Все вот это должно работать, но оно работает плохо. Ну, помимо того, что оно в принципе работает плохо, этого еще и недостаточно. Мы видим все новые и новые кадры того, как на фронте поражаются те или иные фронтовые системы ПВО. Россия вынуждена их огнать туда, вместо того, чтобы держать в тылу. А эти системы продолжают становиться мишенями для ударов со стороны тех же «Хаймерсов». Мы видим, что ракеты М-31 «Хаймерса», в общем-то, вполне стандартные и достаточно простые с точки зрения перехвата, не перехватывают с этими самыми тактическими средствами ПВО. Хотя должны были бы, ведь по идее эти средства ПВО, такие как БУК, в том числе и самого последнего поколения, БУК М-3, должны бороться с такими ракетами, и они именно для этого и предназначены. Но, как видим, не только ракеты, но и обычные FPV-дроны зачастую попадают в такие системы России, как тот же ЗРК ТОР. И вот Россия со страшной силой теряет одно за другим средства ПВО на фронте. Неудивительно, что появляются бреши не только на передовой, но появляются бреши и в тылу. И одним из последствий вот таких вот брешей становятся вот эти самые пораженные бомбардировщики России. И в то же время, наконец, это также показывает и тот масштаб производства дронов, которого достигла украинская промышленность. Украинская промышленность, которая, как мы понимаем, работает в сверхкризисных условиях. Но даже при этом она умудряется производить гигантское количество дронов самого разного типа, в том числе и вот такие дроны, как вот эти вот дальнобойные. Дальнобойные дроны, которые проходят по нескольку сотен километров. Ведь просто проведите сейчас на своих картах линию от того места, где эти дроны могли бы базироваться, откуда их могли бы запускать, до вот этого самого Морозовска. Это примерно от 300 до 400 километров. И, как мы понимаем, никого этим нельзя удивить. А ведь еще год назад мы и мечтать не могли о том, что у украинцев появятся вот такие дроны. Но здесь, наконец, возникает вопрос еще и к тому российскому солдату, который нам всем показал вот это подтверждение. Ведь если бы не он, мы бы не знали, есть ли поврежденный СУ-34. И в этом случае нам пришлось бы ориентироваться исключительно на то, что говорит Министерство обороны России. Ну или догадываться, что украинские власти на самом деле действительно получили нужный им результат. И здесь я склоняюсь к тому, что, конечно, речь не идет о том, что российский солдат решил предать свою команду. Хотя очень хотелось бы, конечно, всем нам в это верить. Думаю, что причина банальна. Как и в других подобных случаях, когда мы получаем фото прямо с места повреждения самолетов. Это просто стремление местных российских военных снять с себя ответственность. Ведь очень часто российская военная бюрократия работает следующим образом. Если есть какие-то повреждения самолетов, то их зачастую можно списать на местное российское командование. Ну вот, как вы, допустим, докажете, что вот эта конкретная царапина на этом конкретном самолете была сделана не вами, а вот именно этим дроном. Короче говоря, это что-то вроде такой публичной защиты. Российский солдат публикует вот такое фото и говорит, это не я, это сделал дрон. Пожалуйста, с меня не списывайте, с меня не взыскивайте, меня, пожалуйста, на гауптвахту не отправляйте. Ну и вот совокупность всех этих факторов, которые я перечислил, ведет к тому, что мы получаем успех украинских ударных дронов и успех ССО в целом. Нейтрализацию возможностей, по крайней мере, на одну боевую единицу российской бомбардировочной авиации. Демонстрацию достаточно низкой подготовки российского зенитного состава и достаточно низкое качество российских ПВО. Ну и, соответственно, очередное доказательство для западных партнеров Украины, что их не то чтобы нежелание, но примедление по поводу финансирования помощи Украине, именно военной помощи, это глубокая ошибка, просто потому, что даже в условиях, когда западная военная помощь фактически приостанавливается, в первую очередь из-за проблем в американском конгрессе, украинская военная и промышленность, и украинский спецназ, и украинские воины продолжают исправно выполнять свою работу, так, как будто бы никакая западная военная помощь не останавливалась. Они продолжают наносить удары по передовой и тылам, и они продолжают показывать высокий мастер-класс в сражении с врагом, который на уровне стратегических вооружений просто на порядке превосходит Украину. Силы не сопоставимы. У России полторы тысячи разных военных самолетов, у Украины их буквально 50. У России есть огромное количество разных ракет и заводов по производству этих ракет, а у Украины есть дроновое производство. Но, как мы видим, российские ракеты, там, где сложилось эшелонированное западное ПВО на территории Украины, не могут прошибить этот купол. А вот украинцы со своими дронами, мощность которых, ну, по крайней мере, номинально, на порядке меньше, чем ракетная российская мощность, пробивают этот самый воздушный купол на территории России и показывают, что, собственно говоря, ни одна Россия может обстреливать украинскую территорию, но и Украина может обстреливать российскую территорию, пусть даже на расстоянии оперативной значимости, а не стратегической. А теперь представьте, что было бы, если бы Украина получила ракеты, свои или западные, и ракеты даже не оперативной дальности, в несколько сотен километров, а вот такие, как, например, наземные томогавки, до полутора тысяч. Сейчас украинская оборонная промышленность работает над этим, но мы понимаем, что результаты будут неизвестны когда. Но просто представьте себе, каких возможностей бы достигли украинские ССО, учитывая, что российское ПО не может остановить налет пар десятков буквально картонных дронов на свои аэродроны. Этот вопрос я, разумеется, адресу в первую очередь еще раз говорю тем, кто обещал помогать Украине до последнего, то есть до тех пор, пока украинцы не объявят, что они победили российскую армию. Или, скажем по-другому, до тех пор, пока российская армия не перестанет шевелиться. В Соединенных Штатах и в Брюсселе должны внимательно изучить в том числе последствия сегодняшнего удара ССО по российскому Морозовску и задать себе вопрос, как они чувствуют себя в условиях, когда Украина каждый день подвергается массированным дроновым и ракетным ударам, когда она находится перед лицом кризиса военной помощи со стороны Запада, когда она находится в экономических руинах, но продолжает отважно бороться и наносить врагу вот такие потери, в то время как Запад не только останавливает эту самую военную помощь, ну я имею в виду в первую очередь Соединенные Штаты, но и до сих пор не дал официального разрешения использовать свои западные вооружения для нанесения ударов по российской территории. Спасибо, друзья, за то, что вы остаетесь с нами. Я напоминаю, что вы можете поддержать Ньюсейдер, который нуждается в вашей помощи через те ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, а также новый банковский счет, реквизит которого я привожу там же ниже. Поддержать нас можно и через суперспасибо от YouTube, через кнопочку в виде сердечка под этим и другими видео Ньюсейдер. Низкий поклон всем, кто помогает, потому что благодаря вашей помощи мы существуем и совершенствуем качество работы. До скорого!